В связи с тем, что в канун президентских выборов в средствах массовой информации Эстонии появились отдельные заявления и высказывания политиков относительно русскоязычного населения Эстонии, порой носящие оскорбительный для некоренного населения характер, канал Литес попросил депутата Риги Когу Дениса Бородича высказать свое мнение о происходящем, если так можно выразиться, на межнациональном фронте. Депутату было зачитано высказывание одного известного эстонского политика. Могу утверждать, что по имеющимся данным в Эстонии существует пятая колонна, состоящая примерно из пяти тысяч хорошо организованных и обученных молодых людей, которые состоят в детских, пейнтбольных, охотничьих клубах и других подобных заведениях. У них есть бригадиры и они ходят на учения в карьер-мяннику и другие места. Они будут мобилизованы против Эстонии очень быстро. Кем мобилизованы? Естественно, Россией. Это ничем не подкрепленное, кроме слов по имеющимся данным заявления эстонского консервативного политика, руководителя парламентской партии К. Марта Хельме всколыхнуло эстонское общество. Русскоязычное население Давирума расценило эти слова как очередной приступ русофобии политика, который очень хочет стать президентом страны. Даже эстонская спецслужба КАПО была вынуждена сообщить, что подобное утверждение Хельме не имеет под собой основания. Руководитель Эдавирумского отделения, правящей в стране партии реформ, которую и подозревать-то в особой любви к России было бы большой фантазией, Денис Бородич ответил на вопрос о том, что он думает по поводу высказывания Марта Хельме. Первый момент по непосредственно господину Хельме. Я думаю, его высказывания вообще не должны уже в нашей стране никого удивлять. Он как бы ультра-национализмом и такими проффашистскими заявлениями известен не первый раз. Я думаю, это не последнее выступление. Почему он сделал это заявление сейчас? Я думаю, так как он является тоже одним из кандидатов в президенты, а как мы знаем, у него проблема со сбором 21 подписи, которая необходима для того, чтобы он мог баллотироваться в коллегии выборщиков, и он пускает в ход все возможные оружия, все возможные пугалки-страшилки для выборщиков, которые, может быть, могут повлиять и склонить их в свою пользу. Поэтому такой популистский ход, я бы и вообще как бы на больных людей не обижаются, и тем более, если это Март Хельме. Господин Бородич, вы как член парламента Риги Когу, что можете сказать по поводу недавно опубликованной докладной записки правительственной комиссии по безопасности, в которой утверждается, что Эстония якобы теряет свой русский северо-восток, а живущие здесь русскоязычное население представляет опасность в случае непредсказуемого развития событий. Напомню, доклад опубликован в прессе под заголовком «Эстония теряет и до вирума». Ну, во-первых, давайте посмотрим, кто все-таки источник вот именно этого документа. Источник этого документа не полиция безопасности, не силовые структуры, а, скажем так, журналисты, бывший и настоящий, или мрак. И, в принципе, там рассматривается один из возможных сценариев. И все-таки Эстония теряет и до вирума? Я считаю, что Эстония не теряет и до вирума. Я знаю, что жители и до вирума, они патриоты своей страны, где они живут. Я думаю, бояться их не надо, а, наоборот, надо больше им уделять внимание, чтобы эти люди еще больше могли вложить в развитие нашей страны. Справедливости ради отметим, что автор докладной Ильма Рак – бывший советник правительства Эстонии по психологической защите. Видимо, раздувание антироссийской истерии – один из методов такой психологической защиты, заставляющий задуматься о том, каково в стране состояние не психологической, а психиатрической помощи. Моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-м